Диалоги на 7 телеканале Диалоги на 7 телеканале У нас не в чем тушить пожару на самом деле Как думаете вне финансирования Либо же в руководстве на местах? Ну естественно, это проблема в руководстве на местах Потому что если финансирование имеется целевое Но не доходит до нужд спасателей, г слышеников То естественно проблема существует на местах После такой глобальной трагедии, которая, увы, в Одессе стала уже печальной традицией практически, то есть пожар, трагедии, пожар, трагедии, пожар, трагедии, трупы, жертвы, и это масштабы, это действительно масштабы, можно по статистике проверить, так оно и есть, что Одесса переплюнула всю статистику пожаром в Украине во всяком случае. Все, что показал этот пожар, показал абсолютную беспомощность ГСЧСников не как мужиков, которые могут делать свое дело и могут делать свою работу профессионально, а беспомощность в том смысле, что у мужиков не хватало оцинкованных ведер, не хватало перчаток, потому что работать в таком режиме, при такой температуре, и когда на сессии городского совета 11 декабря городской голова смеет, простите меня, я как мать, наверное, позволю себе это сказать, смеет смотреть, поднимать глаза вообще и смотреть кому-то в лицо спокойно, вы меня извините. Собрал бы вот он матерей, сколько всех уже вроде нашли, сколько дней еще будут похороны, сколько люди горя будут нести на себе, всю жизнь никто на себе креста не ощущает, никто. Вот собрал бы, посадил бы матерей и отцов и в глаза бы сказал, что хватало, а что не хватало. Павел Вугельман сказал, какой мэр-герой, потому что зашел внутрь здания. Ну это, ну смешно, потому что он Вугельман, поэтому он и сказал так, естественно. Я не удивлена. Этот пожар вывел огромное количество недочетов и проблем, которые присутствуют. А ведь не только этот, Маша. Понятное дело, но сейчас это стало намного актуальнее, потому что все забывается. Любая проблема, любая плохая история, она со временем стирается в ряде других ситуаций. Но снова этот пожар выявил не только то, что нет необходимого обмундирования у спасателей, не было лестниц, необходимой длины, не было... Да не только этот, Маша, не только этот пожар. После трагедии Виктории, после трагедии психиатрической лечебности, после Токио Стар. Я буду повторять 350 раз. Не как журналист. Возможно, я как профессионал должна держать нейтральную позицию, освещать только фактаж, статистику. А я не хочу как мама сегодня обсуждать фактаж и статистику. Для кого-то эти люди останутся статистика, а для кого-то это на всю жизнь боль и сойти с ума. Многие мамы боятся отправлять своих детей в учебное заведение. Это нормально. Так вот, самая интересная ситуация, что... Ведь ситуация с таким оснащением ГСЧСников, она же не сегодняшняя. И не вчерашняя. И не вчерашняя. И не позавчерашняя. Я подняла статьи за 2013 год. За 2012 год. Как шел разговор, что у нас 8 лестниц существуют, так у нас и есть 8 лестниц. Нам нечем будет спасать никого в 16-этажном доме, не приведи Господь, там случится пожар. В старых, панельных, монолитно-каркасных домах некого там будет спасать. Лестниц нет. О чем мы говорим? Батуток нет. Этот вот куб жизни всего, знаешь, сколько их на нашу страну? 5 штук. 5 штук, да. Я смотрела видео... Это смешно, действительно. Я смотрела комментарии на ютубе польских спасателей, спасателей из Чехии. Они показывали просто видеопрезентационные ролики, с чем они работают. Ну, собрать вот так ладошку и слезы собирать. Ну, вы нас, извините, вообще за идиотов считаете? Ну, кто? Вот вы сидите там что-то отчитываетесь, бумажки вы читаете, что вы там людям выделили? Деньги потратятся, детей не вернешь. Кому-то эти деньги уйдут навсегда на лечение, на восстановление психики и выхода из тотальной, сокрушительной депрессии и утраты. Кто сталкивался с депрессией и утратой? Ребенка. Только он может понять. И когда мы говорим об оснащении, люди, да позорище, какой раз, какой раз глобальные вещи, страшные пожары в первых рядах стоят волонтеры? С пирожками, с чаем, да позорище. Позорище. Мы мужиков, они просто были не готовы, как служба, которая должна отвечать за это. Не люди. Если мужчины говорили, вы представляете, что такое мужику пожарному, человеку, который каждый день идет на риск потуплять глаза в пол и говорить, принесите нам там ведеры или там какую-то, что ты имеешь, болгарки какие-то, они там резали перчатки. Более того, я тебе скажу, Лена, они покупают форму за свои деньги. И штопают, и чинят за свои деньги. И не надо говорить, что это не так. Не надо говорить. Есть люди, которые не боятся ни увольнений, не боятся просто, они скажут так, как есть. Слава богу, сегодня, сегодня есть доступны социальные сети, сегодня у нас есть ближе, мы ближе можем быть друг к другу сегодня, одномоментно, ежесекундно. Где люди в лицо скажут, что у них не было. Зачем нам вот это вот, извините, глаза брать? Ты знаешь, что одесским спасателям запретили что-то говорить? Знаю, комментировать, да, им запретили комментировать в СМИ. Конечно. Потому что за каждым спасателем стоит его семья, которая завтра окажется без тарелки супа. А у нас Фидорчак, браво отчитывается, ну да, я, конечно, был бы не против, чтобы у нас были такие батуты. А кто ты такой? Ты основной человек, который должен лоббировать интересы ГСЧС. Я знаю, что выпускники этого колледжа собираются подарить такой батут ГСЧС. Ну, это ведь тоже не выход из ситуации. Это просто... Знаете, как в Европе финансируют ГСЧС, ну, подобные службы, 40% с госбюджета, все остальное это меценаты помогают. Как думаете, у нас бы такая могла практика появиться? Ну, я думаю, подождите. У нас столько, извините, ни для кого не секрет. У нас столько поднимает всего, не буду называть эти организации, благотворительные фонды в Одессе. Чтобы из их отсутствия, мне кажется, вообще не решилась ни одна проблема в Одессе. Да закроют, купят, конечно, купят. Но почему это должны делать посредством фонда? Где деньги налогоплательщиков? Где целевые средства? На что они расходуются? Хочется понять, вот, бумажки. Бумажки, которые они тыкают. Покажите на бумаге. Вот это ушло, Маша, извини. Вот это ушло туда, вот это ушло сюда, вот это туда. Напишите, написать-то напишите. Ну, я думаю, что это, к сожалению, естественно, не последняя ситуация. Больше всего меня поразил тот кровожадный цинизм, вопиющее безразличие к людям, которые надеялись в свое время на Геннадия Леонидовича, на других чиновников, на депутатов Горсовета, доверяя им жизни своих детей, своих близких. Пусть не забывают одно. Они находятся все на службе. И выбираем мы их народ. Вот как их выбрали, вот так скоро, я надеюсь, что после таких вопиющих вещей, сколько еще должно произойти трагедий, мало Виктория, психоневрологический диспансер, ситуация, которая произошла и со 2 мая, до сих пор нерасследованная, нормально. Этот пожар. И после этого на сессии Горсовета заявить, что мы пускаем детей, они возобновят учебный процесс на Героев Крут-9. Да, где есть огромная проблема по пожарной безопасности. Нам звонили, это был, по-моему, твой эфир, Женя, звонили люди и рыдали, и просили, не пускайте своих детей, не пускайте своих детей. Мы что сейчас делаем? Мы сейчас тотально, чтобы посеяли такой страх, при котором просто не работать, не жить, не дышать невозможно. Маша, ты работала на месте трагедии, ты общалась с людьми. Я думаю, у них такое же негодование, как и у Лены было. Я бы сейчас сказала, что у меня возросло негодование, так как я узнала, что в ряде учебных заведений сейчас резко стали проводить проверки. Почему именно сейчас? Почему это не планово? Почему они не проводятся дважды или трижды в год? Почему не проводится экстренная эвакуация, как подготовка детей к подобной ситуации? Почему к ним не приходят психологи и представители спасательных служб, и не проводят определенные лекции? Вот это меня возмущает больше всего. Потому что нехватка кадров, понимаешь? Некому приходить. Я уверена, что есть ряд родителей, которые сами готовы организовать подобное. Организовывают сейчас на все наши школы. В том-то и дело, да. Почему это делается посредством родителей, посредством людей, которые просто не безразличны? Почему не люди, которые занимают определенные должности, должности, не выполняют свои поставленные задачи? Вопросы, почему мы изо дня в день задаем в этой студии? После каждой трагедии. После каждой трагедии. Почему? Потому что народ, который избирает нелюдей, обречен на такие ситуации. И если сознанию не пробудиться, хотя бы чуть-чуть, и понять, что такая ситуация завтра, послезавтра может случиться не с чьей-то девочкой, с чьим-то мальчиком, а с твоим ребенком, вот тогда, возможно, вот этот страх потери заставит чуть-чуть сознательнее подходить к выбору и городских голов, и чиновников, и депутатов. Может быть. Вот это ключевое слово «может быть». Я скажу вам больше. Некоторые депутаты Одесского городского совета в этой студии со слезами на глазах говорили, что я тоже чувствую свою вину. Хотя, ну, по сути, к обычному депутату городского совета особых претензий быть не должно. Давайте брать выше. Но это еще зависит и от людей, правильно? Я часто говорю об той самой эмпатии, сострадании. Есть люди, которые способны гиперсострадать, менее сострадать. Есть люди, которые не способны сострадать. Плакать мало. Плакать мало. Оставьте слезы женщинам. Дайте им детей своих оплакать. Делайте. Сегодня делайте. Уже делайте. Сейчас делайте. Кричите. Бейте в набат. Обращайтесь к центральной власти. Требуйте разобраться здесь, на местах. Подали прошение об отставке Федорчика. Уйдет ли он в отставку, пока это идет следствие? Это вопросы. Я тоже, это большие вопросы. Сейчас вы видели, да, в Фейсбуке массово набирает пост, массово голосов о том, что Критского, да? Назначьте Критского. Да. Мужик знает работу изнутри. Назначьте Критского. Начните назначать людей, которые профессионалы в своем деле. Которые сидят не в кабинете. Не тыловики, не тыловики, которые там бумажки перекладывают и отчетности пишут. Мужиков, которые пределенно назначайте. Которые за своих же, которые смогут быть и грамотными менеджерами, и управленцами, которые за своих порвут и обеспечат своих, потому что знают, что сам в огонь лез. Знаете, дай бог, чтобы хотя бы 10% из того, что вы здесь сказали, было реализовано. И тогда, может быть, что-то поменять. Хотя бы 5, Женя. Хотя бы 5. Для начала. Согласна? Вполне. Елена Крылатова, Маша Горбунова. Меня зовут Евгений Салтан. Вы смотрели «Диалоги» на 7-м телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин